Мы рассматривали, откуда берутся вот такие вот точечки, сказали, что каждая точечка или рефлекс индексируется, и есть три индекса Миллера. Значит, чем определяется расстояние между этими точечками? Вспоминаем, от чего она зависит. Угловое расстояние между этими точечками зависит от каких параметров кристалла? Совершенно верно. То есть параметры кристаллической решетки. Если есть элементарная ячейка, и мы весь кристалл получаем трансляции на вектора А, В и С, то в зависимости от того, как в пространстве эти вектора расположены, и от их длины, у нас получается... эти параметры определяют угловое расстояние между этими максимумами. И мы записывали эти уравнения для, соответственно, индексов Миллера, связь между вектором рассеяния Q и, соответственно, вот этими параметрами А, В и С, тремя векторами. И, соответственно, дальше вот условия вот этих вот точечек — это фактически традиционные условия максимума, что у нас кратно двум пи должен быть набег фазы, и получаются вот эти вот индексы Миллера, они как раз таки нумеруют вот эту вот кратность, то есть это целые числа, и дальше мы все это нумеруем. Хорошо, значит, это мы вспомнили. Чем больше А, В и С, тем угловое расстояние между этими точками больше или меньше? Меньше. Наоборот, да, если мы вспомним, как связано прямое и обратное пространство, мы видим, что они обратным образом связаны. Соответственно, чем больше параметры элементарных ячеек, тем, соответственно, меньше вот эти вот угловые расстояния. И максимальный угол дифракции уже определяется в соответствии с тем, что мы сейчас сказали, чем? Максимальный угол дифракции будет определяться минимальным расстоянием, на котором мы получаем интерференцию от волн. То есть фактически это и есть наше пространственное разрешение в нашем эксперименте, то, с какой точностью в пространстве мы в итоге можем решать обратную задачку и получать уже из вот этой картины конкретную структуру. Но вот эти вот вещи вы должны достаточно хорошо знать, понимать и уметь объяснить письменно. Ну, я кратко рассмотрел фурье-оптику. И, значит, вот этот момент, что у нас в рентгеноструктурном анализе мы работаем, так как у нас нет линз, именно в режиме дифракции. А в случае оптики мы можем вот это вот рассеянные волны дефрагированные, соответственно, можем собрать обратно и получить увеличенное изображение. Но вот, к сожалению, рентгеновской оптики пока нет, поэтому приходится работать вот в этом режиме, когда мы вот эти вот точечки с вами изучаем. Значит, мы подробно рассматривали фазовую проблему в прошлый раз, и вот эти методы рассмотрели, вы должны их достаточно хорошо понимать, уметь их по-простому объяснить. И, соответственно, мы в итоге с вами рассмотрели вот новые тенденции, это фемтосекундная нанокристаллография, чем она хороша, какая там физика, что там происходит, вот кулоновский взрыв, как показано здесь, в течение нескольких фемтосекунд, но это, естественно, моделирование. Значит, вот если есть какая-то молекула, и за несколько фемтосекунд длительность импульса сдуваются все электроны, дальше просто ядра разлетаются, потому что в них много протонов, они отталкиваются, но перед этим успевает сформироваться картина рассеяния на вот этой первичной структуре. Она анализируется, и можно получать вот такие вот структуры, ну, сегодня даже достаточно высокого разрешения, здесь вот она низкого разрешения. Это вот первые работы были в 2011 году, с тех пор, естественно, довольно сильный прогресс произошел. Ну, также мы рассмотрели ин-виво-кристаллизацию, сказали, что сегодня можно в клетках получать кристаллы, микрокристаллы, и дальше их как раз-таки вот в этой машине использовать, потому что на них можно уже анализировать картину дифракции, потому что этот импульс очень и очень яркий. Хорошо, и, значит, я немножко сказал про то, что этот метод также здорово работает вкупе вот с кубической мезофазой, с методом формирования мембранных кристаллов, тоже можно, значит, вот прямо на выходе из классического прибора, который позволяет работать с вот этими мезофазами, можно подавать, значит, соответственно, вот поток этих микро- и нанокристаллов, и дальше анализировать вот картину рассеяния, можно собирать ее по кусочкам, потому что в каждый момент вот этот нанокристалл, он ориентирован случайным образом, да, нам нужно дальше будет как-то восстанавливать вот эту полную картину рассеяния, имея вот эти вот отдельные вспышечки. Ну, вот ее так можно восстановить и, соответственно, дальше радоваться жизни. Ну, немножечко про PET мы в конце поговорили про то, как антиматерию сегодня в медицине используют. Хорошо, значит, теперь, чтобы как-то это все дело нам подытожить, я предлагаю посмотреть некоторое видео, которое, значит, французы сделали по рентгенно-структурному анализу. Оно сочетает вот ключевые моменты, которые мы в рамках последних трех лекций с вами освещали, то есть от самого начала, от очистки белка до вот самого конца, как получаются карты электронной плотности и атомарная модель. Тут довольно здорово некоторые вещи показаны, давайте мы быстренько посмотрим. Я буду мотать, чтобы нам долго не ждать, оно так в целом 17 минут длится. Ну вот, хочется ключевые вещи вам показать. Так, и там, наверное, ничего нет, да? Хорошо. Так, сейчас я соображу, что мне можно было мотать, наверное, будет проще. Наверное, вот так можно сделать. Да, и здесь вроде я смогу управлять. Хорошо, значит, поехали с самого начала. Такое замечательное здание находится в Гренобле. В Гренобле находится, ну, конкретно здесь они начинают, видимо, в Страсбурге, но в Гренобле находится основной синхротрон европейский, где, ну, то есть, собственно, вот этот вот источник рентгеновского излучения. Ну, вначале всякие общие слова. Значит, в данном случае они выделяют первый этап – это подготовка. Я даже про это не говорил, да? То есть то, что нужно получить высокой концентрации, большое количество очищенного белка без примесей, желательно, чтобы он не был гликозилирован, потому что это мешает кристаллизации. Вот это вот первый этап. Сейчас мы, наверное, ключевые моменты посмотрим, потому что они довольно здорово здесь их показывают. Дальше кристаллизацию тоже быстренько посмотрим. Там идею вы увидите, как эти висячие капли, вот этот вот метод, как это все выглядит вживую. Ну и, соответственно, дальше вот это совсем быстро. Там мне хочется вам показать, как в карту электронной плотности вставляется вот эта вот атомарная модель. Просто как люди сидят и вот, значит, это делают. Тоже, мне кажется, это довольно полезно представлять себе. Итак, значит, ну вот это вы должны все знать, поэтому я на это не буду здесь останавливаться. Значит, откуда получается белок – это вы все лучше меня знаете. Ну, важный момент, да, то, что сегодня в рентгеноструктурном анализе для рентгеноструктурного анализа белки, которые получаются, чаще всего получаются рекомбинантные, то есть это белки, которые экспрессируются чаще всего в бактериях. Вот, то есть мы вставляем соответствующий ген, и дальше получаем экспрессию, получаем белок, и вот, собственно, дальше задача с ним, значит, поработать. Сейчас это давайте… Это прямо самое начало. Здесь показана процедура электропарации. Для того, чтобы ввести вот этот вот ген в бактерии, нужно продырявить их. Соответственно, вот это вот первая электрическая процедура. Это довольно старое видео сегодня, делается это и другими способами. Но вот, в общем, это начало для того, чтобы внести, соответственно… Вот это ни за что не догадаетесь, зачем это делается. Я, когда первый раз смотрел, поставил на паузу, долго думал, значит, что здесь происходит. Видели, что произошло? Значит, нагревается стеклянный капилляр. Там видно пламя, да, вот он так вот выгибается. Я не знаю, зачем они это решили показать. Я не знаю, зачем я вам сейчас это показываю, потому что, собственно, делается это для того, что просто этой штучкой можно было удобно мешать культуру бактериальной. Но, тем не менее, да, просто довольно забавный момент. Значит, дальше вот этой штучкой, вон, видите, они так вот удобно размешивают то, что в чашке Петре. Ну, вот, значит, у нас выросли бактерии. Вот, значит, отдельно эти колонии видны невооруженным глазом. Значит, это, значит, вот эти зеленые такие вот кружочки выращиваем. Соответственно, дальше нам нужно проверить, строился ли наш ген в эти бактерии. Для этого нужно отсеквенировать их. Вот здесь вот показан планшет. Значит, проверяем, секвенируем. Значит, следующий этап, значит, в данном случае делается электрофорез. Значит, эти картинки вы хорошо знаете, да, вы электрофорез сделали. Значит, это все хорошо знаете. В данном случае это старая технология. Тут по этой электрофорезической картине делается вывод о том, есть ли там белок или нет. Если все хорошо, мы уже выращиваем в огромном количестве эти бактерии, потому что нам нужно работать огромное количество белка. Да, то есть тут вот уже вот такие масштабы происходят, уже довольно много их. Вот через день вот так вот все выглядит, много их выросло. Значит, бактерии have multiplied. Это, конечно, интересный способ сказать, что они размножились. Ну ладно, значит, такой английский в данном случае. Соответственно, дальше мы центрифугируем это дело, чтобы отделить бактерии от внеклеточной жидкости. Получаются вот такие, значит, у нас, ну это уже не суспензия, да, это уже такое вязкое вещество, где огромное количество клеток. Дальше это дело в ультразвуке, с помощью ультразвука обрабатывается. Вот синекейшн был написан для того, чтобы просто разрушить бактериальные стенки и чтобы все содержимое бактерий вышло наружу. Дальше происходит уже ультрацентрифугирование. Нам нужно отделить белковую фракцию от всего остального, от всех остаток этих клеточных стенок для того, чтобы уже можно было работать непосредственно с белковой фракцией и ее очищать. Вот, это вот ультрацентрифуга, я не знаю, кто не сработал, с ней довольно серьезный такой девайс. Вот, в общем, тут надо, чтобы все было аккуратно, четко, ее очень важно балансировать хорошо, но это отдельная история. Вот, значит, после всего этого дела на колонке мы, это уже, значит, хроматография, мы пытаемся очистить белок, его очистить от всего остального, вот эта система здесь показана. Ну и, соответственно, после того, как у нас получился этот раствор, достаточно большое количество белка, это, собственно, по-моему, человек, который вот это видео делал. Значит, дальше уже начинаются вот эти вот игры с кристаллизацией, подбор условий. Здесь, видите, довольно много плашечек. Вот это синее вещество, это как раз-таки осадитель, осаждающий агент. Вот, значит, здесь показано, как это все там смешивается. Значит, вот это, собственно, метод висячей капли. У нас на дне вот этот осадитель, а капелька с белком находится на поверхности. Дальше мы это все наблюдаем под микроскопом, как происходит вот эта кристаллизация. Здесь, конечно, довольно сильно ускоренное видео. Кристаллы, конечно, не с такой скоростью растут, но, тем не менее, растут. Ну, такие замечательные картинки. Это я вам показывал. Значит, ну, здесь показан уже вот подбор условий. Вот эти роботы для, значит, манипуляции нанообъемными. То, что тоже я вам про это говорил. Значит, следующий этап – это вот как раз-таки уже когда кристалл мы вырастили. Это самый быстрый этап получения вот этой картины рассеяния и решение обратной задачи. Значит, здесь показана вначале их установка, грубо говоря, у них в их институте. Это источник, ну, по типу того, который у нас на физфаке тоже есть. Вот те, кто делал задачку по рентгенно-структурному анализу, видели. Ну, как бы это несерьезный источник, слабенький, просто для того, чтобы понять, насколько качественный кристалл получился, насколько он мозаичный или нет. Потому что перед тем, как ввести его на синхротрон, нужно, конечно, убедиться, что он нормальный. Да, это делается на слабеньком источнике просто для того, чтобы увидеть качество картины рассеяния. Вот. А это, соответственно, уже синхротрон. Сейчас вот он был здесь показан. Да, вот этот Гренобля. Замечательное сооружение. Огромная установка. Впечатляет, значит, масштаб. Особенно здорово видно. Вот сейчас будет показано, как вот когда они заходят по коридору. И вот это вот кольцо вот сейчас будет видно. Но это, конечно, масштабы просто потрясающие. Ну, помним, да, там по кругу электроны с дикой скоростью носятся. И, соответственно, из-за ускорения и всяких, значит, релятивистских эффектов возникает довольно узконаправленный по касательный пучок рентгеновского излучения. Вот здесь вот показано, как это выглядит. Вот траектория электронов и траектория вот этого рентгеновского излучения. Вот, соответственно, вот они тут идут по кругу. Здесь куча выводных таких туннелей, соответственно, ну, для того, чтобы можно было параллельно работать с большому количеству людей над разными задачами. Вот здесь вот показана внутренность одной из таких кабинок, где, собственно, вот можно произвести установку кристалла, его охлаждение. Вот здесь вот показано, как это все устанавливается. Вот детектор, кристалл. Вот этот вот криогеник стрим — это, собственно, поток охлаждающих паров для того, чтобы заморозить очень быстро кристалл. Значит, как вы думаете, какая там скорость заморозки для того, чтобы жидкость не успела кристаллизоваться? Вот, но обычно людям, когда говоришь про эти, там, тысячи и десятки тысяч кельвинов в секунду, всех это немножечко, ну, многих это напрягает, да, потому что, ну, а как у нас абсолютный ноль — это, там, минус 273 градусов Цельсия, да, как может быть десятки тысяч кельвинов в секунду? Но, понятное дело, что этот процесс очень быстрый. Вот, намного меньше секунды он длится, процесс охлаждения, но, действительно, вот формально скорость заморозки очень быстрая для того, чтобы вот вода была в таком виде аморфном, не сформировала кристаллы. Вот, ну, вот здесь как раз таки показано, как это выглядит процесс охлаждения. Вот, дальше мы, значит, все это выстраиваем, целимся, чтобы мы точно попали в кристалл, закрываем все двери, уходим куда подальше, значит, там, естественно, уровень радиации достаточно высокий, высокий в этом помещении. Вот, ну и дальше, соответственно, вот происходит вращение кристалла, сбор, значит, на детекторе измерения в режиме реального времени вот этих вот рефлексов. И вот видно, как плывет эта картина, видим вот эти отдельные рефлексы, очень много информации здесь получается, естественно. Вот, ну, сегодняшняя система в режиме реального времени, естественно, все записывает на компьютер, происходит уже сразу же анализ этих данных. Вот, определяются автоматические параметры кристалла. Ну, вот так вот это выглядит. Ну, и, соответственно, дальше трехмерная структура, да, то, чему мы посвятили довольно много времени, объясняя, значит, суть физики, которая за этим стоит, и математики. Значит, здесь, ну, конечно, нет смысла в таком видео описывать все эти нюансы, но, значит, в итоге получается вот такая электронная плотность. То есть это мы вот на какой-то итерации решили обратную задачу, получили электронную плотность. На самом деле ничего не понятно изначально. То есть вот представьте, вы работали там всю жизнь над каким-то белком, который очень важен там для чего-нибудь, для какой-то задачи, и дальше вы вот получили с помощью, значит, рентгеноструктурного анализа вот такую электронную плотность, да. Ну, вообще говоря, непонятно, что с этим делать, да, вот так априори, ну, какие тут атомы, что, да. Вот тут нужно как раз-таки скрупулезно строить эту атомарную модель, пытаться понять, как здесь вот может полипептидный остов, где он идет, какие аминокислотные остатки, как это все выстраивается. Это вот здесь вот так вот показано очень хорошо, как потихонечку выстраивается эта атомарная модель, какие здесь, где атомы находятся. Ну, вот таким образом она поэтапно формируется, и в итоге получается, собственно, продукт. Это и есть именно вот эта вот атомарная модель. Никто не выкладывает электронную плотность, хотя это тоже можно было сделать, вот эту карту электронной плотности, а выкладываются именно вот эти вот координаты атомов с параметрами их подвижности, вот то, что я в прошлый раз рассказывал, вот эти вот структурные B-факторы. Ну и вот эти картинки, к которым мы привыкли, они вот получаются именно таким способом. довольно долго и довольно сложно. Так, и теперь давайте после того, как мы это дело посмотрели, мы перейдем к нейтронографии. Это метод, который является в некотором смысле дополнительным к рентгеноструктурному анализу. Дополнительным в том смысле, что он позволяет вот узнать еще что-то о структуре, что рентгеноструктурный анализ дать не может. И это что-то, это, соответственно, положение атомов водорода. То, что нам для биологии достаточно важно. Вот сейчас будем вспоминать, почему и зачем, и вообще как это делается. Значит, проблему для водородов я уже говорил, так как там рассеяние происходит на одном электроне, вот эту электронную плотность, она очень маленькая, ее достоверно в рентгеноструктурном анализе получить сложно. Даже вот та картинка, та структура для ДНК, которую я вам показывал, она была 0,96 ангстрем, то есть меньше одного ангстрема. Даже в ней про атомы водорода сказать ничего нельзя. То есть этой информации не было. Но, тем не менее, 50% атомов в макромолекулах, это, ну, примерно в среднем 50%, это именно атомы водорода. Поэтому нам бы, конечно, хорошо бы знать, где они находятся. Вот то, что здесь сказано, третий пункт, но тоже достаточно понятно, что большинство положений атомов водорода, оно, вообще говоря, однозначно определяется. Ну, например, если мы говорим про основания в ДНК, значит, у нас может быть NH2 группа. Углерод, азот. Ну, это вот то, чем вы смучили в курсе квантовой химии, да, про то, что если мы знаем положение этого и этого атома и знаем, что здесь СП2 гибридизация, ну, мы можем сказать, как должны располагаться атомы водорода, да, то есть что вот здесь вот будет угол 120 градусов примерно, да, то есть это информация, которую мы можем из общих химических соображений и так вытащить, да, но так бывает не всегда. Например, в случае, если это метильная группа, да, где, возможно, вообще говоря, еще вращение вот это, ну, так априори не скажешь, да, тут у нас может происходить вот такое вращение, но это как бы ладно, бывает огромное количество ситуаций, когда, в принципе, неизвестно в протонированной ли форме находится аминокислотный остаток или в непротонированной, да, и вот тут уже с помощью вот таких вот рассуждений, но они не проходят, да, тут уже нужно действительно как-то эту структуру выявлять каким-то способом, и вот нейтронография, она прекрасно, значит, с этим работает. Итак, значит, важно, да, первое, состояние функциональной группы, то, что я сказал, в каком они находятся, они протонированы или нет. Второй момент – взаимодействие растворителя с белком. С помощью нейтронографии мы можем достаточно хорошо видеть положение и атомов кислорода, и атомов водорода тех молекул воды, которые находятся в первой гидратной оболочке, и, соответственно, делать вывод об этой ориентации, о том, как вообще это в пространстве устроено. Третий момент – взаимодействие субстратов с ферментом. Вот нейтронография очень часто используется для исследования ферментов и того, как они взаимодействуют с их легандами, в том числе с лекарственными средствами. Там очень важно знать механизмы, ну, в том числе для того, чтобы улучшать эти лекарства. Нам нужно знать, где какие водородные связи сформированы, а, соответственно, для этого нужно знать положение вот этих вот атомов водорода. Ну, особенности динамики растворителя вблизи макромолекулы, тоже про это я чуть скажу на конкретном примере, попытаюсь пояснить, в чем там идея. Ну, и вообще вот вся эта информация, она в том числе позволяет исследовать механизмы ферментативных реакций. Это то, что интересно и химикам, и биофизикам. Ну, большому количеству ученых важно понимать, как же белки могут на много-много порядков ускорять протекание химических реакций. Это интересно и с точки зрения фундаментальной науки, и, естественно, огромную важность имеет для прикладных исследований. Значит, теперь давайте немножечко поговорим про взаимодействие нейтронов с веществом. Во-первых, какие мы будем использовать нейтроны? И откуда нам взять эти нейтроны? Первое. Откуда будем брать нейтроны? Давайте соображать. Они так просто, вообще говоря, не летают. Откуда они берутся, нейтроны? Есть какие-то идеи? Ну да, то есть это ядерные реакции чаще всего, да, распады ядер. Значит, есть варианты использовать, например, изотопы урана, да, вот это все, значит, деление этих ядер. Там в процессе получаются тоже нейтроны. Но они, так как это ядерные реакции, они чаще всего обладают огромной энергией. И если мы посмотрим, какая у них длина волны, она кажется очень-очень маленькой и взаимодействуют они с ядрами очень слабо. То есть эти нейтроны с дикой скоростью несутся и, в общем, их использовать для наших задач очень-очень тяжело. Поэтому их нужно как-то замедлить. Вот, давайте теперь соображать, нам вообще какие хорошо бы использовать длины волн нейтронов. То, что у нейтрона есть длина волны, наверное, не нужно, значит, это пояснять, да, формулу Деброли. Помним, то, что у нас частицы обладают волновыми свойствами, это фундаментальный закон, от этого никуда не деваться. Значит, как связано с импульсом длина волны, помним? f равно чему? Ага, да, замечательная вот эта вот формула. Где k — это волновой вектор, да, соответственно, 0k — это 2π поделить на λ. Значит, если мы хотим работать с межатомными расстояниями, да, нам нужна длина волны, порядка, собственно, вот этих вот размеров межатомных расстояний, размера атома. То есть λ должно быть порядка одного экстрема, то есть это 10 минус десятый метр. Ну, если мы предположим априори, что при этом импульс и выражение для энергии можно в нерельсивистском виде использовать, да, мы для того, чтобы оценить характерную энергию или характерную температуру, мы должны вычислить вот это вот выражение, да, зная λ, мы знаем импульс, значит, массу мы тоже знаем для нейтрона. Мы можем таким образом оценить, значит, условную температуру, да, если мы знаем энергию, какой температуре это соответствует. Ну вот если мы будем рассматривать один экстрем, то это оказывается близко к нашим температурам, то есть поэтому эти нейтроны называют тепловыми нейтронами. То есть если мы вот этот поток нейтронов охладим до наших нормальных температур, то они как раз таки будут иметь нужную нам длину волны, да, то есть нам нужно как-то это сделать, и для этого чаще всего используется тяжелая вода, то есть на пути вот этих очень быстрых, у которых там мегаэлектрон вольт, энергия нейтронов, ставится, значит, достаточно большое количество тяжелой воды, такая толща, вот, дальше они потихонечку начинают там взаимодействовать с этой водой, терять энергию, и в какой-то момент уже их энергия становится близка к тепловой, вот, и с этим потоком нейтронов уже можно работать. Значит, тем не менее, даже для тепловых нейтронов взаимодействие с ядрами очень и очень слабое, то есть тут сигма тоже порядка с течением взаимодействия порядка 10 минус 30 квадратных метров, ну, такие порядки. И мы, значит, с вами еще вводили длину рассеяния, давайте, значит, сейчас выпишем вот эту вот формулу, потому что дальше многие величины будут в качестве, в качестве параметра использоваться именно вот эта вот длина рассеяния. Значит, важный момент, то, что для разных ядер вот эта вот сигма, ну, или B, длина рассеяния, она отличается не сильно. Если в рентгеноструктурном анализе мы помним, что чем больше электронов в атоме, тем лучше он будет рассеивать, то в данном случае это не так. Отличаются они там в несколько раз, даже вот какие-то, значит, тяжелые атомы и атом водорода или дейтерия, у них достаточно близкие вот эти вот параметры B, параметры длины рассеяния. Значит, вот эта сигма, это я выписал именно для упругого. Нас сейчас будет интересовать упругое когерентное рассеяние нейтронов на вот этих вот самых ядрах. Это один из вариантов взаимодействия. Точно так же, когда рентгеновский фотон взаимодействует с электроном, у нас вообще тоже возможно несколько вариантов. Он может упруго отскочить, а может не упруго. Может передать эту энергию, часть энергии электрону, изменить свою длину волны, и тогда мы будем иметь уже эффекты некогерентные, потому что длина волны уже другая. И это то, что нам дает некоторый фон. Для исследования структуры эти эффекты нехороши. Они годятся для того, чтобы, например, динамику изучать. Но мы в нашем курсе про это совсем не будем говорить. Нас сейчас вот интересует то, как со структурой разбираться. Для нейтронов тоже возможны некогерентные эффекты. Они определяются точно так же взаимодействием нейтронов с ядром. И это, если по-простому, можно связать с тем, что и у нейтрона, и у ядер могут быть спины. У нейтрона всегда есть спин и, соответственно, есть магнитный момент. Хотя сам нейтрон нейтрален. Он состоит из кварков, которые там как-то хитро очень двигаются. Это отдельная хитрая задачка для ядерных физиков связать этот спин с магнитным моментом. Но, тем не менее, он есть. И, соответственно, у многих ядер он тоже есть. Поэтому за счет, в том числе, электромагнитных взаимодействий просто может происходить некоторый обмен импульсом. Так что энергия нейтрона изменится, его длина волны изменится. Это даст некогерентные эффекты. Уже не говоря о том, что нейтрон, в принципе, может поглотиться ядром. Это, конечно, бывает редко. Это только определенные ядра достаточно хорошо поглощают нейтроны вот таких вот длин волн. Но, тем не менее, это тоже может быть. Но вот в плане некогерентного рассеяния это, значит, некоторый фон, с которым нужно бороться. И, значит, следующая важная проблема – это то, что вот это некогерентное взаимодействие нейтронов с протонами, то есть ядрами водорода, оно самое сильное. И мы вроде бы специально хотим исследовать водороды, а с другой стороны взаимодействие нейтронов с протоном оказывается самым неудачным в этом смысле. И вот эту проблему нужно как-то решать. Давайте дальше посмотрим, значит, как она решается. Что я здесь забыл сказать? Я забыл… Ну, наверное, можно привести некоторые оценки. На момент написания книги, которую я вам показывал, то есть это лет десять назад, самый мощный источник нейтронов обладал потоком вот таким. Десять-двенадцатая степень – это если верить этой книге. Значит, для того чтобы посчитать от одного ядра, мы можем взять характерное вот такое сечение взаимодействия, какое количество нейтронов будет за секунду рассеиваться упруго, мы должны что сделать? Мы должны эту величину умножить на что? Чтобы получить полный поток по всем направлениям, значит, вот этих вот нейтронов, которые один рассеивающий центр даст. Нам нужно вот это умножить на сигму, на сечение. Здесь вот мы видим поток на квадратный метр, да, вот в заданном потоке, для того чтобы посчитать для одного ядра, сколько будет, какое полное количество нейтронов, конгерентно рассеиваться, нам нужно, значит, вот это умножить на сигму, и, соответственно, вы получаете количество, ну, порядка, сколько тут? Здесь минус 18, да? Ну, что-то совсем мало. Там, наверное, все-таки два порядка. Это сигма, обычно она, вот это B, обычно это несколько фемтометров, поэтому тут не такая степень, а поменьше. Но, значит, здесь логика в итоге такая, что на одном ядре, ну, очень-очень малое количество нейтронов рассеивается, поэтому, имея вот такие не очень мощные источники, нужно иметь большие кристаллы и нужно довольно долго ждать для того, чтобы собрать вот эту картину рассеяния, да, то есть мы уменьшаем, увеличиваем сигнал за счет того, что дольше ждем и за счет того, что сам кристалл должен быть больше, чем в рентгеноструктурном анализе, да, потому что вот этот вот поток для современных источников, он все равно на несколько порядков меньше, чем для синхротрона и для, соответственно, вот рентгеноструктурного анализа. Значит, здесь как раз-таки показано для разных ядер и для их изотопов показано сечение когерентного и некогерентного рассеяния. В данном случае нас интересует вот эта последняя колонка. Значит, тут вы видите, ну да, что я вас не очень-то сильно обманул, здесь вот эта длина рассеяния, она в размерность здесь минус 14 метра, да, то есть здесь минус 12 сантиметра, но имеет, значит, вот такие типы, там 0,5, 0,6, вот такие характерные величины. То есть в плане фемтометров это получается несколько фемтометров, да, поэтому для сигмы... Да, я мышкой хотел, значит, на доску перевести, не получится, придется так. Значит, для сигмы здесь будет множитель порядок, это 4π, да, и, соответственно, квадрат еще вот этой вот величины, которая получается, в общем, там выходит не минус 30-я степень, а минус 28-я степень. И, значит, поэтому здесь получается там 10 минус 16, но это все равно очень и очень долго нужно ждать для того, чтобы хотя бы один нейтрон рассеялся на одном ядре. То есть это миллиарды лет получается, да, и мы это решаем тем, что делаем большой кристалл, где очень много, где, собственно, вот миллионы и миллиарды вот этих вот, значит, ядер находятся. Хорошо, значит, про сечение, сечение когерентного рассеяния я сказал. Здесь табличка не очень удобная, потому что единицы некогерентного рассеяния приведены в барнах. Вот, то есть барн — это единицы именно уже для сечения, которые очень любят ядерной физики, и они наверняка вам рассказывали, откуда это взялось. Значит, барн, знаете перевод этого слова, нет, не рассказывали на ядерке, это амбар. Вот, это, ну, дело в том, что про стрелка плохого, значит, на Западе говорят, что он там и в амбар не попадет. Вот, поэтому, ну, значит, физики, ядерщики, они вот с юмором так вот подошли к, значит, наименованию единицы рассеяния, как вот площадь, значит, это получается барн. Насколько я помню, вот это вы должны, я надеюсь, вы быстренько сейчас, ну, или я проверю, единицы для вот этого сечения — это 10 минус 28 квадратных метра, но это вот надо будет сейчас проверить. В общем, вот это нужно здесь будет указать. Это моя ошибка. В общем, то, что здесь разные единицы, это нужно иметь в виду. Ну и, в принципе, размерности, да, здесь сечение, а здесь именно длина. Но с помощью этой формулы одно в другое пересчитывается. Так, значит, давайте продолжим. Я здесь должен указать, чтобы было понятно, что вот это за барн. Значит, барн — это 10 минус 28 квадратных метра. Я вроде не обманул. Здесь минус 28 квадратных метра. И здесь для некогерентного рассеяния это представлено именно в этих единицах. Что здесь видно? Главное, что нужно увидеть — это то, что для водорода огромное сечение вот этого некогерентного рассеяния, которое значительно отличается от когерентного рассеяния. Теперь по поводу вот этих минусов. Значит, как это, откуда они берутся? Значит, дело в том, что когда мы рассматриваем падающую волну и волну, которая получается при рассеянии на частицы, значит, есть падающая волна и рассеянная волна. Мы с вами говорили, что, вообще говоря, между этими волнами возможен сдвиг фазовый. Значит, когда B у нас положительный, B больше нуля, ну и когда B вещественный, вообще говоря, считается, что вот этот сдвиг — это 180 градусов. Просеянная волна, она отличается на 180 градусов на π от падающей волны. Значит, когда B отрицательная, и это очень удобно рассматривать на комплексной плоскости. Значит, действительная часть, мнимая часть. Значит, чаще всего у нас B вот такие, B0, да? В общем случае B можно представить как комплексный вектор, как величину, например, некоторая B на Е в степени и φ для того, чтобы описать вот этот вот сдвиг фазовый. Значит, в случае, если B отрицательная, это значит, что вот эта вот волна, она не на 180 градусов, а она на 0 градусов отстаёт, да? То есть это как бы вот этот вот B, он находится вот здесь вот, да? В рамках вот этой терминологии это значит поворот на 180 градусов, но с точки зрения реальной физики углов задержек фазовых, да, то это получается наоборот. То есть тут есть вот такая, ну, такое переобозначение. По мере того, как мы подходим к... Ну, в общем, для некоторых ядер, в принципе, из-за наличия поглощения вот эта величина может быть комплексной. То есть этот угол не обязательно либо 0, либо 180 градусов. Он может быть каким-то таким. То есть вот этот вот сдвиг между рассеянной волной и падающей, он, вообще говоря, может быть каким угодно. Вот. Его удобно вот в такой комп... на комплексной плоскости описывать. И, соответственно, когда он отрицательный, это вот просто, значит, сдвиг 0 градусов, а не 180, как обычно. Вот. Для большинства ядер мы видим, что, значит, эти величины положительные, то есть там все как обычно. А вот для водорода и там, значит, для других ядер это могут быть вполне отрицательные, могут быть, в общем случае, комплексные. И, значит, что тут еще нужно добавить? Нужно добавить следующее. Из-за того, что фазы волн от водородов, они отличаются на π от других рассеянных волн, а водородов примерно половину в структуре, вы сразу можете сказать, что может быть эффект гашения вот этих вот волн интерферирующих. Да, потому что часть волн идет с задержкой на 180, а часть нет. Да, получается, что когда они складываются, вообще говоря, сигнал может получиться меньше для рассеянной волны. Вот. Потому что водородов примерно половину, и у них у всех обратный вот этот вот фазовый сдвиг. И это все плохо с точки зрения изучения структуры. Ну, не говоря о том, что сам фон будет очень высокий. Под фоном я понимаю вот этот вот сигнал, связанный с некогерентным рассеянием, который у водорода очень большой. Значит, выход. Что будем делать? Как будем решать эту проблему? Какие мысли? Что будем делать с водородами? Что будем делать с водородами? Надо, наверное, от них избавляться. Как же от них избавиться? Они вроде очень важны. Но мы же физики. А физики хитрые. Чего они будут делать? Водороды заменять на что? На что-то очень похожее химически, но физически отличающееся. Это что такое? Как физики про химиков иногда очень высокомерно говорят, что, ну не про химиков, про химию. Что химия – это физика чего? Что, неужели не слышали? Физика электронных оболочек атомов. То есть, химия – это физика электронных оболочек атомов. Химикам, конечно, это очень не нравится. Но, тем не менее, идея такая. Что мы будем делать, если мы хотим, чтобы химия поменялась минимальным образом, а физика изменилась? Значит, мы будем менять не электронные оболочки, а что? Количество электронов. Совершенно верно. Ну, короче, мы будем рассматривать изотопы. Мы будем менять ядро само. Кто нам мешает вместо протона использовать, например, дейтерий? Когда у нас помимо протона есть еще и нейтрон. Масса будет другая, но тоже будет один электрон. С точки зрения химии все очень похоже. С точки зрения физики и картины рассеяния ситуация совсем другая. То есть, вот это видно в этой табличке. Для дейтерия уже все намного более прилично. Он, конечно, тоже по массе близок к водороду. Поэтому здесь, в общем, по-прежнему еще остается некоторое сечение некогерентного взаимодействия. Но зато уже нету вот этого минуса здесь. То есть, он уже рассеивает нормально. И, значит, уже можем с этим работать. Ну, вот здесь вот это показано. Преимущество дейтерия над водородом в плане нейтронографии. В 40 раз меньше сечения некогерентного, в 2 раза большая длина коногерентного рассеяния. И отсутствие эффекта фазового гашения. Вот то, что я говорил про то, что волны начинают гасить друг друга из-за вот этого сдвига. Здесь этого уже не будет. Потому что дейтерий, он с той же фазой рассеивает, как и все остальные ядра. Как будем заменять водород на дейтерий? Какие у нас есть опции? Можно вывести этот каменинг, который будет видеть? Совершенно верно, да. Очень просто. Это как бы один способ, который, если мы, например, вот эти бактерии, про которых вам сегодня мы видео смотрели, когда вот все это выращивается, можно попробовать сделать так, чтобы они жили в среде, в которой не вода, а D2O, тяжелая вода. Ну, разные организмы по-разному воспринимают такую замену, но, значит, с бактериями это в большинстве случаев проходит. Если, соответственно, они живут в среде, где, значит, вода тяжелая, у нас все атомы водорода будут заменены на атомы дейтерия. То есть у нас будут в ядрах протон плюс нейтрон. Хорошая новость, это вот здесь показано внизу, да, то, что данные рентгеноструктурного анализа говорят, что структура белков, она от этого не меняется. Если вы замените все на дейтерий, ничего не поменяется. Но это легко проверить, да, мы можем один белок получить нормальный, да, бактерии в нормальной воде живут, где, кстати, тоже есть слабенькие примеси тяжелой воды, но их очень мало. Соответственно, другие могут жить в тяжелой воде, вот мы получим два разных кристалла и сравним, даже достаточно просто картину рассеяния сравнить, даже необязательно обратную задачу решать. То есть видно, что если кристаллы одинаковым образом сформировались, то, значит, все в порядке, если картина рассеяния идентична. Это один способ, а другой способ, более простой. То, что, значит, вы предложили, но для этого нужно изначально действительно их в тяжелой воде растить. А есть вариант более простой, какой? Поместить кристалл в тяжелую воду. Да, значит, если мы наш изначальный кристалл помещаем в тяжелую воду, со временем произойдет обмен между, значит, протонами и дейтерием. В тяжелой воде у нас не PH, а PH что? PD. То есть у нас там есть, значит, ядра не протоны плавают в некоторых случаях, а, соответственно, плавают ядра дейтерием. И, соответственно, если у нас есть атомы водорода где-то, которые могут протонироваться и депротонироваться, отсоединяться от молекулярной группы, присоединяться, в какой-то момент произойдет уже равновесие. И те именно лобильные атомы, которые могут протонироваться и депротонироваться, большая часть из них уже будет не H, а, соответственно, будет D. При этом заменятся только вот эти вот протоны, которые являются мобильными, которые могут уходить в растворитель, приходить обратно. Те, которые сидят, ну вот, например, вот такой протон в NH2 группе, надо будет очень долго ждать, чтобы он депротонировался. Потому что ПК вот этой группы, оно очень какое? Низкое, высокое ПК. Нужно, чтобы было очень мало протонов для того, чтобы вот эта вот штука начала уходить. То, что равновесие сдвинут, да, соответственно, получается высокое, да, потому что когда мало протонов, это значит высокое. Ну хорошо, значит, идея эта понятна. Есть два способа. Один, когда на уровне бактерий, которые мы выращиваем в тяжелой воде, и тогда у нас все атомы заменены на дейтерии, и получается очень хорошая картинка рассеяния. Но при этом мы ничего не можем сказать о подвижности, о том, у каких групп с какой скоростью происходит обмен, да, насколько они хорошо замещаются. Но зато четко можем сказать про структуру, да. И более простой вариант, когда прям кристалл помещаем в раствор, ну в смысле в тяжелую воду, раствор с тяжелой воды, там, естественно, соли тоже должны быть, поэтому это некоторый буфер на основе тяжелой воды. И в этом случае у нас все-таки какое-то количество водородов останется, и они будут немножко портить сигнал из-за вот этого фона. Но, тем не менее, значит, часть заменится на дейтерии, и мы зато увидим, а где, в принципе, этот обмен может происходить. Значит, какие за последние годы ключевые происходили усовершенствования? Нейтронография, она тоже развивается. Я не могу сказать, что так же бурно, как рентгеноструктурный анализ. Ну, по каким причинам? Значит, первая причина — это то, что все-таки требования к кристаллам выше. Да, мы должны иметь больший кристалл, просто потому что источники слабые. Вот. И количество вот этих установок в мире, оно, ну там, по пальцам руки пересчитать, их очень мало. Да, вот установки, где высокие яркости этих пучков нейтронных, их мало. Сейчас строится в Европе, будет самый мощный источник, там, консорциум Швеции, Бельгии. Ну, в общем, это крупный европейский проект, и, ну, есть надежда, что получше станут дела, но все равно это как бы плюс один мощный источник, да. Понятное дело, что очередь туда будет большая, потому что, ну, желающих много, а потом поток нейтронов, вот какой есть, такой он есть, вот в одном месте. Значит, можно что-то пытаться будет делать дополнительно. Вот. Значит, это вот проблема, которая приводит к тому, что развивается это не так бурно, но, тем не менее, тоже развивается, потому что развивается и физика. Вот здесь показано, что за последние несколько лет несколько порядков роста интенсивности источников. Это хорошая новость, потому что уже размер кристаллов для нейтронографии один кубический миллиметр. Вот. Все равно это намного больше, чем для рентгеноструктурного анализа, но все-таки это уже не кубические миллиметры, как там лет 10 назад было, 10-15 лет назад. Вот. Уже получше. Значит, экспериментальные протоколы замены H на D до итерирования, да, это вот то, что мы обсудили. Сегодня эти протоколы очень здорово отлажены. Третий пункт, который, это благодаря развитию физики, благодаря коллайдерам, там вот эти все технологии детекции частиц, они, естественно, тоже совершенствуются, и поэтому это тоже идет на пользу биологии, да. Мы лучше ловим эти нейтроны, и, соответственно, у нас получается чувствительность выше, можем более надежно регистрировать сигнал. Это тоже хорошая новость. Вот. Значит, теперь по поводу того, а как же все-таки мы будем работать с этой нейтронографией. С точки зрения математики, физики все очень-очень похоже на рентгеноструктурный анализ, то есть тоже картина рассеяния получается, тоже нужно решать обратную задачу. Но нужно понимать, что к тому моменту, когда мы решили идти к тем, кто занимается нейтронографией, мы уже, скорее всего, получили рентгеновскую структуру, да, потому что это намного проще. Источники более доступные, кристаллы нужны более маленькие, поэтому на тот момент мы уже решили обратную задачу для нашего белка. При этом просто не видим там атома водорода, но у нас есть уже первичная атомарная модель. И вот здесь вот эти вот рассуждения с хвостом, они прекрасным образом работают. Почему? Потому что фазы для рефлексов, которые мы видим, мы можем использовать из рентгеноструктурного анализа. Мы уже решили эту задачу, да, у нас есть эти фазы. А, соответственно, интенсивности использовать от данных рассеяния нейтронов, да, комбинировать вот эти вот данные. То есть что-то берем из рентгеноструктурного анализа, уже зная информацию о структурах. То есть это вот условно котенок без хвоста, то есть котенок без водородов, так вот если грубо. Ну и, соответственно, интенсивности это вот уже эксперимент с рассеянием нейтронов, да, комбинируем, делаем обратное фурье преобразование, получаем первую карту уже не электронной плотности, да, а это получается некоторая хитрая величина, типа, ну, условно, ядерная плотность, да, где, с какой вероятностью находятся ядра. И, соответственно, дальше совершаем вот эти вот всякие циклы, дополнительно, ну, строим, уточняем модель, опять делаем, значит, прямое фурье преобразование, смотрим, насколько хорошо описываются эти данные, там можем уже новые фазы взять, а интенсивности берем экспериментальные, опять делаем обратное фурье преобразование. Ну, в общем, вот эта вот процедура самосогласования, она дальше идет, 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 и в итоге получаются вот такие вот замечательные карты плотностей, где видны уже в том числе и вот эти вот самые наши атомы и ядра водородов. Вот, вот, здесь, значит, красным цветом показано, давайте вот думать, что здесь изображено, каким цветом. Что, каким цветом тут изображено? Обратим внимание, каким цветом, вот это что такое? Водороды, которые на углероде, да, то есть, это, я смотрю, гибридизация углерода, да, то есть, тетраэдрическая геометрия. Вот эти вот два водорода, они, вообще говоря, замещаться будут очень плохо, да, потому что у этой группы такие показатели, что, ну, в общем, она стабильна, да, значит, они здесь показаны красным, потому что, когда вы строите вот эту вот модель системы, вы же туда вносите данные о вот этих длинных рассеяниях, да, если они отрицательные, то это обозначается в данном случае красным цветом, то есть, для водородов она обязана быть отрицательной. И вот все водороды, которые здесь есть, которые стабильны, они, ну, в химическом смысле, да, у которых очень слабый обмен идет со средой, они показаны здесь вот этим красным цветом. А те атомы, которые заменились на дейтерий, показаны синими, да, у них вот эта B положительная, длина рассеяния нормальная, и, соответственно, они вот в этом смысле красятся, как и все остальные ядра, красятся синим цветом. И здесь вот можно пытаться сделать вывод о том, а какие же группы насколько хорошо заменяются. Ну, то есть, мы не только видим структуру и видим, где дейтерия, а где водород, да, но можем еще и дополнительно сказать, а какие из этих вот атомов хорошо или плохо обмениваются со средой. То есть, вот по таким картинкам. Это значит, что эта картина получена каким образом? Кристалл помещался в тяжелую воду, правильно? То есть, происходил обмен. То есть, это не структура, которая выращена полностью в тяжелой воде, где красного быть уже не может в принципе, да, то есть, это вот такой способ. Значит, про это, наверное, сейчас не буду говорить, не буду вас с этим грузить. Приведу конкретные примеры интересные, ну вот, с которыми я сталкивался, когда занимался моделированием ферментов вируса иммунодефицита человека. Там была довольно интересная задача, связанная с тем, что нужно было понять, как работает фермент протеаза вируса. Протеаза — фермент, который отвечает за нарезание матричной РНК, вирусной, очень длинной, на, ой, я не то говорю, значит, полипептидной цепочки длинной, которая в рибосоме синтезируется по вирусной РНК, да, вот эта протеаза должна в определенных местах нарезать ее так, чтобы свернулись уже отдельные белки, да, то есть вот этот длинный такой вот транслят, да, то есть то, что в результате трансляции получилось, нужно как-то нарезать, и это делает, значит, вот этот вирусный фермент протеаза. Ну, можно спросить, откуда же берется протеаза, она ведь тоже является частью вируса, а кто нарезал что-то, что, значит, вот хороший вопрос, ответ у нее достаточно сложный, но сейчас не будем в эти биологические дебри углубляться. Ну, в общем, эта протеаза устроена таким образом, у нее есть, это димер, и у нее симметричный димер полностью, у нее в активном центре есть два аспартата. Один аспартат принадлежит одной субъединице, а другой другой, вот эти, то есть это гомодимер, гомодимер, когда, да, вот две субъединицы абсолютно одинаковые. Так вот я сейчас условно это изображу. Там, я надеюсь, будут еще картинки. Это условно, потому что это как бы два разных, две разных полипептидной цепочки. На одной есть аспартат, на другой аспартат. Соответственно, вот сюда помещается либо субстрат, либо лекарственное соединение, которое пытается блокировать работу этой протеазы. Некоторое соединение, которое просто не будет давать ей возможность нарезать вот эти вот, соответственно, полипептидные цепочки. И теперь интересный момент. Да, вот давайте посмотрим на ПКА для аспартата. Оно 3,71. Для того, чтобы соотношение между заряженной и незаряженной формой было один, нам нужно, чтобы ПАЖ был каким? 3,71. То есть в случае, только если протонов очень-очень много, вот эта штука будет находиться в протонированной форме. А так она депротонирована, то есть она отрицательно заряжена. То есть это вот такая группа. И в большинстве источников, собственно, вот рисует просто, что здесь два таких отрицательных заряда. А теперь давайте подумаем, почему это может быть не так для этого фермента. Вспомним физхимию. Для какой ситуации вот эти величины вычислены и получены? Вот это вот. Как получаются вот эти вот данные от ПКА? Титрованием раствора вот этих вот самых аминокислот. Причем этот раствор, как правило, не концентрированный. У нас в среднем эти молекулы находятся далеко друг от друга. Там очень много растворителя, ну, какое-то количество протонов. И дальше мы с помощью титрования можем действительно вычислить вот это ПКА. Что происходит здесь? Здесь ситуация совершенно другая. У нас рядом с этим аспартатом, отрицательно заряженным, находится теоретически другой отрицательно заряженный аспартат. Если вы вычислите электрическое поле вот здесь вот, оно окажется, ну, потенциал, он окажется достаточно низким. То есть отрицательный потенциал, потому что заряд отрицательный. И это приводит к тому, что ПКА вот этих вот групп в условии, когда они близко находятся друг к другу, он становится совсем другим. Потому что есть дополнительный потенциал, который меняет свободную энергию связывания. То есть если нам электрически выгодно протону туда подходить, то он будет это делать. Возникнет вот этот вот сдвиг ПКА. И в итоге получается, и это, собственно, вот было показано с помощью нейтронографии, получается очень интересная ситуация. Эта симметрия нарушается. То есть здесь один кислород протонирован, то есть OH-группа. То есть это вот так вот выглядит. А другой отрицательный. Изначально абсолютно полная вот эта С2 симметрия была, но она нарушена за счет вот этой интересной физики. То есть какой-то становится протонированный. И этот уже успокоился, потому что все, здесь никакого заряда нет. У него пока уже близок действительно к 371. Но изначально, значит, какой-то из них вот один все-таки будет в протонированной форме. И в среднем, значит, вот когда мы видим структуру, уже мы видим, что действительно один связывает водород, а другой нет. И это, почему это важно? Нужно объяснять или понятно? Когда мы пытаемся понять, как будет происходить взаимодействие с естественным субстратом, как будет происходить сама химическая реакция гидролиза, да, что делает протоза? Она гидролизует пептидную связь, да. Вот. Там, естественно, очень важно, где находятся атомы водорода, да, то есть как все это расположено. И если вы, например, пытаетесь считать энергии связывания, вот эти вот вещи теоретически, вам, естественно, нужно знать все зарядовые конфигурации вот здесь вот. Мы просто с этим напрямую столкнулись, потому что нам нужно было расставить заряды на атомах, когда мы смотрели взаимодействие легандов вот с этой молекулой, да. Вот здесь есть некоторый леганд, и нужно посчитать энергию, да. В энергии есть несколько вкладов, огромную роль играет кулоновское взаимодействие. Мы считаем все эти парные зарядовые взаимодействия. И тут, если мы неправильно где-то расставили заряд, мы, естественно, ошибаемся колоссальным образом, да. Поэтому вот эти вещи очень важно знать, и нейтронография позволяет это сделать. Это пример аспартата в протеозе ВИЧ, просто вот то, чем я сталкивался. Другой вариант, который бывает очень часто, это так называемый проблемный гистидин. Значит, гистидин — уникальная аминокислота в том плане, что у нее, возможно, несколько состояний. И они, вообще говоря, вот эти вот ПК, они близки к физиологическим. То есть, если посмотреть для вот этой вот группы, получается, что гистидин очень часто используется в активных центрах ферментов, потому что он достаточно легко может протонироваться и депротонироваться. Это для катализа очень удобно, потому что катализ часто происходит за счет переноса протонов, за счет изменения вот этой вот конфигурации. И, соответственно, для ферментов тоже получается, что в активном центре знать, в каком состоянии находится гистидин, очень тоже вот такая важная задачка, чтобы понимать, как же это все там работает. Так, ну хорошо, значит, про, наверное, значит, вот то, что я говорил про вирус иммунодефицита человека, про нарезание, это вот эта вот часть, но я думаю, идею вы понимаете. Если сидит вирус в ДНК и в какой-то момент получается РНК, на рибосоме она, соответственно, превращается в полипептидную цепочку, а здесь, кстати, даже нет этой цепочки, поэтому зачем эта картинка, непонятно. Вот, давайте теперь посмотрим, перед тем, как я вам покажу конкретные структуры, посмотрим, как происходит сбор этих данных, чтобы вы прониклись, насколько это отличается от рентгеноструктурного анализа. Это выжимка из статьи как раз-таки про структуру протеаза ВИЧ. Здесь довольно здорово указаны все вот эти вот базовые характеристики. Значит, первый момент. То, что они вырастили большой кристалл. Смотрите, какой размер. 3,6 мм на 2 мм на 0,5. То есть это получается, ну, соответственно, 3,6 кубических миллиметра. Это огромный кристалл. Такой редко вообще получается вырастить, но вот им повезло. Следующий пункт. Для того, чтобы получить данные рассеяния, предварительно кристалл был помещен на 2 недели при комнатной температуре в, значит, раствор, содержащий D2O. Да, ПД-5,0. Вот такой он. С точки зрения наших привычных 7,4, да, он немножечко получается кислый. Ну, оказывается, что вот это ПД-5,0, это просто очень близко к оптимуму активности этой протеаза. Значит, это сейчас мы пропустим. Это не так важно. А теперь давайте посмотрим, как получались данные. В итоге получилось разрешение 2 экстрема. Данные снимались при комнатной температуре. И давайте посмотрим самое интересное. StepScan method с интервалом в 0,3 градуса и 360 минут на фрейм. 360 минут — это сколько? 6 часов. То есть 6 часов мы с каким-то уголком в 0,3 градуса. То есть мы будем шагать через каждые 6 часов, поворачивать систему на 0,3 градуса. Зачем поворачиваем кристалл? Понятно, да, чтобы изучить картину рассеяния общую. Нам нужно под разными ориентациями, чтобы нейтроны падали на этот кристалл. Итого, смотрите, значит, полное время, чтобы 181 кадр получить, было 46 дней. То есть это вот уже после того, как выращен кристалл, 46 дней эта штука стояла, на нее падали нейтроны, она медленно очень как-то крутилась, и вот больше месяца просто происходил сбор данных. Потрясающе. При этом хорошая новость в том, что эти нейтроны взаимодействуют, ну, в смысле, они поглощаются настолько слабо, что можно не переживать, что кристалл разрушится. То есть это хорошая новость. Вот эти 46 дней, он совершенно состоит спокойно, нормально, не нужно, как в случае рентгеноструктурного анализа, значит, добавлять какие-то криопротекторы, замораживать, чтобы вот это все замедлить. Этого здесь нет. Вот, хорошо, значит, с этим понятно. Давайте теперь посмотрим. Это я хотел показать, хотел показать как раз-таки взаимодействие в протеазе, как там расположены молекулы воды. Дело в том, что вот эти вот картинки, которые получаются с помощью данных нейтронографии, они позволяют также видеть, что с водой происходит в активном центре. В случае протеаза, там довольно интересная ситуация. Вода, она тоже используется в процессе самого ферментативного катализа. То есть там, грубо говоря, от воды протон в какой-то момент отщепляется, переходит к вот этому вот аспартату, потом, значит, от этого он отщепляется. Там такой получается очень красивый круговорот протонов, который сопряжен с процессом гидролиза. Там довольно интересно это все выглядит. Вот здесь вот это кратко, значит, изображено. Вот молекулы воды, значит, здесь происходит вот это два аспартата, как раз-таки, которые я сейчас вам нарисовал. Видите, они в каком состоянии. Один у аж, о, ну я прям вот прям как нужно, по памяти работает еще. Хорошо, значит, один как нужно, вот это у аж, это отрицательно заряженный, это пептидная группа, которую мы будем атаковать, то есть у полипептидной цепочки, пептидная связь, которую будем гидролизовать. Для того, чтобы происходил активный гидролиз, нужно в идеале сделать так, чтобы эта молекула, она стала зверюгой, набросилась на, значит, вот эту вот группу. Для этого ее можно активировать. То есть очень хороший способ — это отнять у нее протон, получить, соответственно, у аж минус радикал, который суперреактивный. Ну вот это как раз-таки здесь показано, как это происходит. Протон отнимаем, вот здесь вот у аж, получается вот такая промежуточная формула, форма, дальше вот она как-то разваливается. А если вы захотите более внимательно это все посмотреть, то это уже вот прям отдельная наука, химики строят довольно хитрые модели того, как выглядят там вот эти вот самые промежуточные формы, интермедиаты реакции как раз-таки. Это очень полезно для того, чтобы понимать и сам механизм, и для того, чтобы знать, как можно, какое соединение нужно синтезировать, для того, чтобы оптимальным образом ингибировать эту молекулу. Потому что идея большинства ферментов в том, что они очень здорово стабилизируют интермедиаты реакции. То есть мы уменьшаем барьер реакции за счет того, что вот это состояние высокоэнергетической промежуточной формы, мы, значит, понижаем его энергию за счет того, что определенным образом расставляем в пространстве заряда. Мы как бы дополнительно это стабилизируем. Вот в этом идея механизма катализа для очень-очень многих ферментов. И, соответственно, если мы понимаем, как в пространстве устроено вот это расположение, мы можем синтезировать такие аналоги, которые, значит, в большей степени соответствуют и будут очень здорово ингибировать. Здесь хочу обратить внимание на то, как выглядит вот этот вот интермедиат в процессе, когда, значит, вот в процессе непосредственно этого гидролиза. Видите здесь вот такие вот черточки, пунктирчики, показаны частичные заряды. Это сделано для того, чтобы показать, что на самом деле вот в этом интермедиате нельзя нарисовать нормальную химическую формулу. У вас как бы протон, он принадлежит сразу и вот этой молекулярной группе, и вот этой. То есть тут поэтому вот куча таких вот нарисована, таких стрелочек. То есть это именно поэтому интермедиат. Это не какая-то химическая формула, которую мы, например, вот здесь вот можем нарисовать. Тут конкретные водородные связи указаны. А здесь вот это как бы такое вот промежуточное состояние. Но если мы его знаем, то нам будет намного проще разбираться с тем, как бороться с протеазом. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, вот этот вот комочек. Это и есть эта самая протеаза. По сравнению с рентгеноструктурным анализом видно, насколько тут уже больше атомов. Там я вам показывал ДНК и, по-моему, белки. И никаких вот этих вот беленьких атомов не было. Здесь они появились. Беленькие — это атомы водорода. А вот эти вот розовенькие — это дейтерии. Соответственно, тут можно довольно долго разглядывать, чего тут происходит в активном центре. Но мы сейчас этим заниматься не будем. Я просто хотел вам показать, как выглядит уже конечная структура, когда мы всю эту информацию извлекли. Где там а водорода, где дейтерии. И можем также посмотреть на молекулу ДНК. Сейчас ДНК. Ее тоже нужно перетащить. Вот. Значит, это уже двойная спираль со всеми водородиками. Все уже честно. Отличается от того, что я вам показывал. Все тут расставлено, все хорошо видно. И тоже все благодаря нейтронографии. Вот такие красивые структурки. Но в ДНК интереса меньше, потому что там вроде и так понятно, где какие водородные состояния. То есть там нужно очень постараться в плане ПАШ, чтобы фосфатную группу нейтрализовать. Но такого инвива не происходит. Поэтому, естественно, никакого тут интереса нет. Но вот просто... А, ну да, есть, кстати, интерес вот какой. Так изучали тоже структуру молекулы ДНК. Пытались... Когда пытались доказать, что инвива вот эта вот Б-форма реализуется, когда основание внутри, изучали тоже обмен Дейтерия с вот этими водородами и пытались понять, насколько вот эти вот основания, насколько они защищены от, соответственно, окружения. Ну и это тоже было вот таким доказательством того, что там есть водородные связи внутри, которые находятся, ну как бы далеко от всей остальной воды. Это вот тоже был такой важный момент. Так, ну хорошо. Значит, я думаю, на этом с нейтронографией мы можем закончить. Ключевое, что вы должны знать, это какие особенности рассеяния для нейтронов, чем отличается от рентгеноструктурного анализа. То есть вот эту ситуацию, то, что у них длины вот этого взаимодействия когерентного, они очень близки для разных ядер. Это сильно отличается от случая взаимодействия рентгена с электронами. И вот эту вот всю историю с водородом Дейтерием, то, что водород дает очень большой сигнал некогерентного рассеяния, а Дейтерии нет, и поэтому стремятся заменить одно на другое. Вот это вот все вы должны рассказать. А также было бы здорово, чтобы вы понимали, что нейтронография делается уже после того, как мы знаем структуру с помощью обычных классических методов рентгеноструктурного анализа, и можем фазовую проблему решать методом, тогда получается, каким в нашей классификации, как это называется метод. Ассоциация такая должна быть. Картинки с котятами, с хвостами. Это что такое? Это молекулярное замещение. Правильно? Вот. Хорошо. 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 Хорошо.